Март 2017. Опубликована статистика, согласно которой Китай становится безоговорочным лидером по производству гречки. Занимающие второе и третье места Россия и Украина остались далеко позади. Если Китай, как мощная держава-своевательница, пошла на какой-то прорыв в каком-то определенном секторе, то значит это зачем-то надо ей. Примерно в это же время российские производители гречки заявляют о том, что впервые за несколько лет готовы серьезно скинуть цены на свою продукцию. И тогда же в соцсетях начинают публиковать информацию о том, что гречка из Китая чрезвычайно опасна. Были проведены исследования гречи из Китая и обнаружены тяжелые металлы. Конечно, это очень большой вред для здоровья. Многие специалисты считают, что все эти совпадения не случайны. Кто-то определенно не хочет, чтобы гречка китайского производства вытеснила с полок магазинов нашу продукцию. Существует гипотеза, что без натуральной гречки славяне не могут полноценно существовать. А если заменить ее на китайский суррогат, это и вовсе грозит нации гибелью. Черный рис, буковая пшеница, русский хлеб. Так называют за рубежом любимую у нас гречку. Несмотря на огромную популярность в России, в Европе она не пользуется особым спросом. Там гречиху выращивают ради того, чтобы опыляющие ее пчелы приносили больше меда. А семена продают в аптеках. Почему так происходит? Правда ли, что гречка обладает целебными свойствами? И кого нам нужно благодарить за этот дар? Природу или цивилизации прошлого? Я, Анна Чапман, раскрою все тайны. Сегодня в программе. В гречке есть все. Почему диетологи считают эту крупу супередой? И правда ли, что из нее можно сделать абсолютно любое блюдо? Чем это ненастоящий ответ американцам? Наш бургер, мне кажется, намного вкуснее и полезнее. Тайная диета Голливуда и Мосфильма. Кому гречневая крупа помогла получить звездную роль? Он питался только гречкой. И за 30 дней он серьезно сбросил вес. Он серьезно сбросил вес и стал сниматься в картине у Михалкова. Кто заварил всю кашу? В самом ли деле гречиху вывели искусственно? И кому это понадобилось? Серые существа занимаются селекцией, выпуском определенных биологических и зоологических веществ. И невероятные приключения итальянца в России. До чего может довести любовь к гречневой крупе? «Че бела cosa, на юрнате соло, девушки сматрите, ка куй прекрасна блюда, ка несча, о соло мия!» Семена посевной гречихи или попросту гречка – один из самых популярных продуктов у более чем 200 миллионов населения бывшего Советского Союза. Ее едят от Балтики до Приморья, от Крайнего Севера до Кавказских гор. «Я сама выросла в Ереване. Я могу сказать, что мы гречку ели намного чаще, чем рисовали любую другую пасту или любой другой продукт. Нам очень сложно без него вообще обходиться. Мы выросли на гречке. И в каждом доме это продукт, который был must have». Гречиха растет по всей планете. Однако уже много столетий гречневая крупа прочно ассоциируется именно с нашей страной. «Французский посланник спрашивает Александра III, императора Российской империи, «А правда ли, что у вас в России все люди едят гречку?» Александр III сказал, «Да, правда». А французский говорит, «А вы знаете, а у нас гречку едят только лошади». Александр III ответил ему совершенно неожиданно. Он сказал, «А правда ли, что у вас во Франции все едят лягушек?» «Да, конечно же, правда. А вы знаете, у нас даже лошади лягушек не едят». Гречка в этом случае прозвучала как очень важный вот такой вот как бы элемент национальной специфики. Каждый, кто хоть раз бывал в странах Западной Европы, где, как может показаться, есть все, найти гречневую крупу практически невозможно. «Я жила два года в Чехии и очень искала гречку. Везде можно было найти, можно в биопродуктах найти зеленую гречку. Но вот нашу, вот ту, которая вот уже обжаренная, вот такая вот, ее практически нигде невозможно найти. К сожалению, вот в европейских странах неоправданно мало ее используют». Почему же иностранцы не едят гречку? Может, она дорога в производстве? Специалисты говорят, что это не так. Гречиха – очень неприхотливые растения. Кроме того, производители гречки могут сэкономить на ядохимикатах. При выращивании гречи никогда не используются пестициды. На гречневых полях практически нет сорняков. Может быть, гречка элементарно кажется иностранцам невкусной? Давайте проверим. Мы пригласили на дегустацию несколько выходцев из дальнего, а в ряде случаев и очень дальнего зарубежья. Специально для них шеф-повар приготовил гречку по собственному рецепту. В России от этого блюда никто в здравом уме не откажется. Но что же скажут наши герои, которые пробуют гречку впервые в жизни? Ну как, на что похоже у вас? Вообще непонятно, да? В дегустации таинственного блюда участвуют гости из Западной Африки, Германии и Китая. Темнокожий студент удивлен вкусом, но, подумав, говорит, что в голодное время гречка, пожалуй, сгодится. Просто каша студентская. Да, обычно, очень обычно. Второму участнику дегустации едва не стало плохо от одного запаха вареной крупы. Можно я не буду этой кассой? Это какая-то непонятно. Милости мне запах нравится. Попробовав гречку, знаток китайских блюд убедился в том, что запах его не обманывал. Вы знаете, лис все-таки вкуснее. Не знаю, с чем словнить. Вот такой у нас не едят. Самым категоричным оказался немец. Корм птица. Большинству иностранцев гречкой в самом деле кажется птичьим кормом, то есть довольно горькой. В зернах гречихи, по словам специалистов, действительно есть вещества, которые могут вызывать легкий горький привкус. Горький привкус гречки связан с определенными фитоактивными веществами, которые придают грече некоторые антисептические свойства. Благодаря именно этим соединениям на гречневых полях не растут сорняки. Однако в гречке, приготовленной с овощами, зеленью или грибами, никакой горечи быть не может. Тем не менее, многие иностранцы даже от таких блюд буквально отплевываются. В чем же дело? Существует гипотеза о том, что для каждой нации есть пища, которая идеально для нее подходит. А для остальных народов она как минимум бесполезна или даже вредна. Есть исследования, которые действительно показывают, что представители разных рас более восприимчивы к тем продуктам и менее восприимчивы к другим. В частности, такие исследования проводились, насколько я знаю, по поводу молочных и кисломолочных продуктов. Многие продукты, которые привозят к нам, неспойственны для нас генетически. Что-то становится для нас неприемлемым и, к сожалению, вызывает обострение наших основных хронических заболеваний, желудочно-кишечного тракта или аллергических заболеваний. Говорящий пример – картофель. Для индейцев Южной Америки это идеальная пища. Считается, что коренные жители Чили или Перу могут ее есть сколько угодно, а вот, например, европейцы от этого толстеют. Это именно тот продукт, который подходит для данного населения, для данного климата. Для жителей нашей страны такой супередой как раз является гречка. У каждого народа свои исторически сложившиеся особенности питания. Греча исторически наша, исконно русская. Поэтому кушаем и будем здоровы. Считается, что семена гречихи накапливают в себе вещества, которые жизненно необходимы для жителей северных широт. Она содержит ту элементную группу, которая вообще необходима для того, чтобы человеку согреться. Растение в суровых условиях, резкого перепада температуры, оно вынуждено по максимуму брать элементы, микроэлементы, макроэлементы из почвы. На Руси считалось, что гречка быстро восстанавливает силы и дарует небывалую энергию. Не случайно ее ели герои древнерусских былин. Самые древние летописи, начиная с летописей о богатырях земли русской, уже говорят о том, что гречу сеяли, возделывали, уважали, и она была основной едой, повышающей богатырское здоровье. Очень уважал ее Илья Муромец, сеял ее Светогор, кушал Добрыни Никитич и прочие известные личности. Гречка наряду с другими традиционными культурами испокон веков входила в рацион русских воинов. Благодаря этому мы и выигрывали. Поэтому в попытках нас завоевать бывало, случалось нередко, что в первую очередь уничтожали поселы, уничтожали урожаи каких-то именно определенных культур, потому что распространялись слухи, что русский солдат берет свои силы именно от этого. А вот жителям других широт, считают конспирологи, полезные ингредиенты гречки в таком количестве просто не нужны. Поэтому они подсознательно чувствуют отторжение от этой пищи. Однако стоит иностранцу прожить несколько лет в России, как он начинает менять свое мнение о гречке, более того, начинает ощущать в ней настоящую потребность. Даже итальянцы уже в Москве начинают чувствовать этот продукт совершенно иначе, относиться к нему. Начинают готовить вместо своего риса именно гречета. Изменяют даже макаронам, пасте. Маурицио Морландо приехал в Россию преподавать итальянский язык. Сначала, как и все его соотечественники, относился к любимой еде русских с недоверием. Не могу сказать плохое блюдо, но что-то странное. Но потом началась настоящая мистика. Запах вкусный, очень вкусный. Через некоторое время итальянец понял, что во что бы то ни стало должен поесть гречки. Я хочу пробовать еще раз эту гречку. Я пробовал, я подумал, о, мам, это, в принципе, интересно, мне плохо. Потом, следующий день, давай, давай, потом у меня есть невеста. Давай, давай, Женя, давай, можем готовить эту гречку. С тех пор макарон на кухне у итальянца поубавилось. Зато там теперь всегда можно найти несколько разновидностей гречки. Когда я сейчас еду в Италию, конечно, я звоню всем друзьям, ребята, ребята, давай, давай, есть новость. Вы знаете, что? Я припочитаю гречка, спагетт. Маурица, ты сам еще язык, я итальянец, конечно, по саппорту итальянец, я скажу, что я могу делать-то? Я, конечно, кушаю гречку, потому что, да, спагетт иногда, но у меня лучше гречка, потому что я чувствую лучше тело, это очень важно, это полезно. И я не могу менять идею, если сейчас я люблю гречку. Чем же так ценна гречневая крупа? Для растительной пищи в гречке довольно много белка, до 15%. Как известно, белки являются строительным материалом для мышечной ткани. Они необходимы при физических нагрузках, особенно в нашем климате. Гречневая крупа также содержит много белков, аминокислот, которые по своему количеству, по содержанию, может заменять даже мясо. Его сравнивают также еще и с бобовыми растениями. Тем, кому надо восстановить силы очень быстро, то рекомендовано, конечно, употреблять гречную крупу. Именно гречку вегетарианцы часто используют в качестве заменителя мяса. Владелец одного из московских ресторанов, специалист по сыроедению Гайне Бриева, готовит даже бургеры из гречки. Нам необходимо взять зеленую гречку, вот такую вот, замечательную, очень полезную, и залить водичкой. И оставляем как минимум на два часа. Теперь перекладываю гречку в блендер. Теперь я беру шампиньоны. Теперь блендер. Так, гречка уже готова. Теперь в форме котлетки у нас будет гречка. И вместо хлеба я буду использовать томаты, помидоры. Вот теперь наша котлета. Вот какая большая. Ну что, с чем это не настоящий ответ американцам? Наш бургер, мне кажется, намного вкуснее и полезнее. В 100 граммах гречневой крупы примерно столько же калорий, сколько и в других кашах. Чуть более 300. Однако усваивается она гораздо медленнее, поэтому считается во много раз полезнее. Так называемый гликемический индекс у гречи невысок, поэтому много лет назад греча позиционировалась как основная крупа для питания людей с нарушениями веса и углеводного обмена. Низкий гликемический индекс, то есть длительность всасывания и переваривания, обуславливают и чувство насыщения, поэтому греча входит в состав многих диет для нормализации веса и аппетита. Гречневая диета в 20 веке стала одним из самых популярных средств для похудения. Ни один десяток звезд кино и театра сбросили лишние килограммы с ее помощью. Когда Никита Сергеевич Михалков собирался снимать неоконченную пьесу для механического пианино, то к нему неожиданно обратился, в общем, ему хорошо известный человек Александр Калягин, который сказал, я хочу сыграть здесь вот это главное. Никита сказал, я же не могу взять тебя таким полным, все-таки персонаж мой должен быть, в общем-то, худым. И тогда, и тогда Калягин сел на гречку, он ел ее просто вареную, без всего. Он питался только гречкой и за 30 дней он серьезно сбросил вес. Он серьезно сбросил вес и стал сниматься в картине у Михалковой. Актриса Лора Резникова использует гречневую диету каждый раз, когда весы показывают 3-4 лишних килограмма. Всякий раз, когда я чувствую, что набираю вес и когда у меня предстоят выходные, потому что разгрузочные дни все-таки лучше на выходные, я использую этот рецепт, варю гречку, держусь на гречке, чувствую себя прекрасно, просто летаю. Считается, что за неделю на гречневой диете можно сбросить до 7 килограммов. Впрочем, так долго сидеть на одной крупе врачи не рекомендуют и советуют ограничиться максимум 3-4 днями. Если гречу использовать в качестве монодиеты достаточно долго, она может провоцировать слабость, нарушение концентрации внимания и нежелание быстро двигаться. Чтобы гречневая диета принесла пользу, надо забыть о привычных добавках – луке, грибах и даже овощах. Крупу не рекомендуется жарить, а лучше даже не варить. Прекрасный вариант – это запарить гречку кипятком на ночь в термосе. И дальше просто в течение дня по потребностям дробно, раз в 4 часа, я употребляю эту гречку. Именно в запаренном виде гречка сохраняет весь свой невероятно богатый запас полезных веществ. Греча – единственная крупа, чрезвычайно богатая железом, фосфором, калием, магнием, марганцем, витаминами группы В, в частности, фолиевой кислотой. Поэтому гречу рекомендуют кушать женщинам, ожидающим детей с синдромом железодефицита и деткам, которые плохо растут, у которых диагностируют анемию и низкий уровень железоэферритина в крови. Греча обладает уникальным количеством витамина С, рутина, поэтому греча стабилизирует внутреннюю выстилку сосудов. В чём, конечно, особое преимущество ещё вообще-то гречки? Да гречка – это ещё и медонос, потому что вот эти гречневые поля, над которыми жужжат вот эти самые русские пчёлы, они действительно вот этот вот прекрасный, чуть-чуть кисловатый гречишный мёд приносят в наш дом. Врачи считают, что также гречиха оказывает благоприятное влияние на нервную систему и даже на человеческую психику. Смотрите далее. Пища певцов и поэтов. Сколько нужно съесть гречки, чтобы пришло вдохновение? Иногда, когда я не вижу сорта, давай, блюда гречка уже лучше. Я могу петь, потому что я певец, например. Ели ли гречку лемурийцы и атланты? Какое место популярная крупа занимает в мистической истории Земли? Гречка была придумана, генетически создана примерно 13 тысяч лет тому назад. И покушение на святое. Кто пытается вытеснить российскую гречку? И что нам предлагают есть вместо неё? Даёт такое очень быстрое насыщение за счёт большого количества крахмала. Но, скажем так, что касается, допустим, мыслительных процессов, мысль он приостанавливает. Гречку часто используют в народной медицине. Например, мешочки с гречкой используют при уникальном, существующем только в России, монастырском массаже. Гречку нагревают, насыпают в холщовые мешочки и уже этими мешочками массируют тело. Издревле считается, что эта процедура восстанавливает не только тело, но и дух. Гречневая крупа за счёт фитонцидов обладает уникальным успокаивающим действием на нервную систему. Гречневой шелухой часто навевают подушки, с которыми считается не страшна никакая бессонница. С одной стороны, они легко принимают форму головы, шеи, плеч и тем самым являются ортопедическими антистресс. С другой стороны, лёгкий аромат гречи обладает прекрасным выравнивающим действием на нервную систему. Ночью, вдыхая эти эфирные масла, человек успокаивается и сон становится ещё глубже, ещё лучше. Но даже это ещё не всё. Гречка не вызывает аллергии, а также препятствует всасыванию вредных жиров и укрепляет сосуды. Многие врачи советуют употреблять гречку как лекарство. Ведь в её составе есть и калий, который приводит в норму давление, и кальций, восстанавливающий кости, и даже магний, который помогает при депрессиях. Правда, в лечебных целях медики предлагают использовать не обычную, а зелёную гречку, которая не приходила обработке на заводе. Зелёный – это натуральный цвет зёрен гречихи. Коричневый она становится после термической обработки на заводе. Термическая обработка уменьшает количество витаминов и антиоксидантов, но позволяет грече храниться достаточно долго. Зелёная гречка – без преувеличения живой продукт. Если замочить семена из магазина холодной водой, они уже через день-другой дадут зелёные ростки. Есть специальное оборудование, проращиватель такой называется, ну или как наши бабушки делали, марлю использовали. И вот так вот, если вы выложите гречку и марлечкой закроете, и потом будете немножко вот так вот это всё поливать водичкой, как бы, да, умеренно, немного. Нужно менять воду, нужно обязательно ухаживать за этим. Как только вы это всё правильно сделали, вы увидите через несколько дней ростки гречки. И это будет очень полезно, потому что как раз в ростках самая-самая соль, которая нужна как раз для организма. Применяют гречку и в косметологии. Ей лечат фурункулы, рубцы, раны, которые долго не заживают. Используется она и просто для омоложения кожи. По словам специалистов, эффект более чем ощутимый. Две столовые ложки гречневой муки, не крупы, а муки. Её можно сделать, размолов гречневые зёрна в кофемолке. Запарить кипятком на две столовые ложки гречневой муки, столовую ложку кипятка. Добавить столовую ложку в остывшую смесь йогурта натурального 2,5% и несколько капель свежевыжатого ягодного сока. Нанесите на лицо на 20 минут в тёплом виде. Отбеливающее, выравнивающее, омолаживающее, углажняющее, защищающее действие. Гречка настолько ценный продукт, что, по мнению некоторых учёных, если бы этой крупы не было, её надо было бы вывести специально. И некоторые исследователи считают, что так и произошло. У конспирологов есть гипотеза о том, что гречка была искусственно выведена как идеальный рацион для русских и других народов северных широт. Вполне можно говорить о том, что такие растения создавались искусственно. Сторонники этой конспирологической теории считают, для того, чтобы накормить стремительно растущее население Земли, таинственные кураторы человечества вывели целый ряд сельскохозяйственных культур. Для жителей Америки – кукурузу. Для жителей Южной Европы и Ближнего Востока – пшеницу. Пшеница была дана именно для прокормления человечества. В природе не найдено её дикого аналога. И, соответственно, можно смело утверждать, что она является имплантом, внедрённым на планету извне. А вот для русских и других жителей наших широт, считают сторонники этой гипотезы, пшеница не так хорошо подходит, как, например, для итальянцев или французов. Даже когда вот была экспансия пшеницы на Руси, собственно, которая утвердилась только в южных регионах, а на севере она просто не могла вырасти, она просто не тот климат, то так и говорили, что ржаной хлеб кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору. Для наших широт, считают конспирологи, некие таинственные кураторы вывели специальные культуры – рожь и гречиху. Кто же эти таинственные благодетели? Первая версия – это дело рук инопланетной цивилизации. Под верхним условием нашей планеты существуют определённые базы. Базы эти, на них сидят серые существа, которые занимаются селекцией, выпуском определённых биологических и зоологических веществ. В том числе они выращивают все исходные формы растений, которые потом уже высаживают на поверхности, чтобы люди их восстелывали. Злаковые растения, в том числе и гречка, они были созданы именно этими ответственными за содержание земли роботами. Однако гораздо реалистичнее выглядит другая гипотеза. Гречку, а также многие другие ценные сельскохозяйственные культуры вывели представители некой земной сверхцивилизации – наши далёкие предки. Вопреки распространённому мнению, никакого отношения к Греции гречка не имеет. На самом деле название произошло от слова «греть», а родина этого продукта очень далеко от Европы. Как говорят исследователи, впервые зёрна гречихи стали употреблять в пищу жители Гималаев. С глубокой древности гречка знакома жителям Северной Индии, где она используется в качестве лекарства от многих болезней. Актриса Лора Орезникова узнала о невероятной пользе гречки во время лечения в одной из индийских клиник, где очищают организм, опираясь на древние аюрведические практики. Когда мы собирались домой, мы спрашивали у доктора, а как дома делать такие разгрузочные дни? На что доктор радостно улыбнулся и сказал, послушайте, вы, люди из России, счастливые, потому что у вас есть такой замечательный продукт, как гречка. Но кто мог заниматься генетическими экспериментами в горах Центральной Азии? Многие исследователи считают район Тибета и Гималаев прародиной человечества. С этим в какой-то степени соглашаются даже историки. Известно, что через горы Центральной Азии несколько тысячелетий назад проходил путь миграции предков индоарийских народов, ныне населяющих большую часть земного шара. Прародители многих, и как европейских, так и восточных, между прочим, народов, они уходили через северные районы Гималаев, через северные районы Малого Тибета. Доказательством этого можно смело считать и внешность многих коренных народов Центральной Азии, которые испокон веков живут в горных долинах, при этом внешне очень сильно отличаются от других азиатских народов. Очень часто это даже какие-то блондины, это люди с голубыми глазами, неожиданно встречающиеся. Некоторые похожи на уроженцев Южной Франции, допустим. Впрочем, эзотерики считают, для того, чтобы выяснить, кто же вывел для человечества ценные сельскохозяйственные растения, нужно обратиться к еще более древней истории. В Ямалах, как известно, по сегодняшним интерпретациям, находятся те таинственные страны, которые называются, ну, либо Агартха, либо Шамбала. О загадочной Шамбале упоминаются еще в древних ведических текстах. Но популярной эту легенду сделала знаменитая исследовательница оккультных наук Елена Блаватская. В своей тайной доктрине она пишет, что в Шамбале нашли свое убежище первые обитатели Земли – лемурийцы. Идея о мистической прародине человечества в горах Центральной Азии на рубеже 19-го и 20-го веков была очень популярна в Европе. Западный Тибет, он в какой-то степени и стал аккумулятором всех вот этих вот очень популярных сейчас, кстати, мистических теорий или каких-то практик, связанных в том числе с паранормальными способностями человека, с его, возможно, необычными какими-то человеческими функциями, которые кажутся нам экстраординарными. Начиная с конца 19-го века на поиски Шамбала отправляются множество экспедиций. Своих исследователей в Тибет отправляли даже Третий Рейх и советские спецслужбы. Тибет воспринимается как некая крыша мира, некий центр мира, некий сакральный центр мира, в котором якобы сосредоточены какие-то богатства, в том числе и некий такой сосуд, условный сосуд, в котором находится какой-то грааль, с помощью которого можно владеть всем миром. Считается, что дальше всего в поисках Шамбалы продвинулся знаменитый художник и философ Николай Рейх. По некоторым сведениям, он ее все-таки нашел. Николай Константинович собирался отойти из экспедиции, углубиться в горы одному, и местные сопровождающие их предупреждали Николая Константиновича, что в те места ходить нельзя. Тем не менее, очевидцы описывают, что Николай Константинович пошел в те так называемые опасные места или зону и через некоторое время вернулся. И вот по этим косвенным свидетельствам можно все-таки предположить, что все-таки Николай Константинович был в Шамбале. Позже жена Николая Рейриха Елена напишет, что же удалось обнаружить ее мужу. Твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на несменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, скрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Из письма Елены Рейрих. Исследователи считают, что искусственно выведенная гречиха как раз и стала подарком владык Шамбалы нашим далеким предкам. Возможно, это произошло, когда индоарийцы пересекали Гималайя. Возможно, много позже. И семена гречихи получили уже славянские племена, пришедшие на территорию нынешней России. Смотрите далее. Секретное оружие Москвы. Правда ли, каждый любитель гречки становится немного русским? Первая ложка гречка, вторая ложка гречка, потом я думаю. Ма, я итальянец? Я русский. Возможно, я русский. Гречка и геополитика. В самом ли деле гречиха имеет непосредственное отношение к многовековому конфликту? Китайцы хотят завоевать Тибет вместе с его знаниями в правильном отношении к пищевым продуктам. И великое противостояние гречки и риса. Кто одержит победу в кулинарной битве Запада и Востока? Рес не удерживает никакой конкуренции перед гречкой. В нем гораздо меньше микроэлементов, витаминов. Надо дозированно, в общем-то, относиться к рису. Как выяснили биологи, именно в Тибетско-Гималайском регионе находится родина ячменя, а также других ценных культур. Однако гречиха среди них занимает особое положение. Считается, что гречиха аккумулирует энергию Солнца и Земли. Поэтому ее плоды часто используют в магических обрядах. Многие верят, что они приносят в дом удачу, помогают избавиться от комплексов и даже способствуют деловым переговорам. В мистической силе гречки ничуть не сомневается Маурицио Мурландо. Приехал в Россию за вдохновением. И неожиданно обнаружил его в гречке. После каждой тарелки Маурицио хочется петь. У итальянца есть теория, что особую пользу гречка приносит в дождливые и пасмурные дни. Иногда, когда я не вижу солнце, давай, блюда гречка, уже лучше. Я могу петь, потому что я певец, например. От любви не умирают макаки. Это песня Рози Роси. Рози Роси, тебе я купил в эту вещь. Знает сердце твое, столько хочу быть с тобой. Специалисты эзотерики считают, наш герой абсолютно прав. Плоды гречихи в некотором смысле обладают способностью концентрировать солнечную энергию. Семена являются носителем записи вот этой информации, которую они усвоили от солнца. И когда мы потребляем внутрь такое семя, то оно отдает назад ту запись, которую они зафиксировали. Знаниями о тайной силе плодов гречихи до сих пор обладают народы Тибета и Гималаев, где они применяются не только в пищу, но и во множестве религиозных и даже оккультных ритуалов. Однако за пределы этого затерянного в горах региона эта информация не уходит. Сторонники теории заговора считают, что это неспроста. Распространению тайных знаний Тибета мешает коммунистическая партия Китая. Китайцы хотят завоевать Тибет вместе с его знаниями, в том числе и включающими вот эти традиции, которые сформированы там на месте. Естественно, они не хотят, чтобы эти традиции попадали в другие руки. В общем-то, знания правильного отношения к пищевым продуктам, которые в том числе и в Тибете сегодня есть. Исследователи-эзотерики считают, что истоки великого противостояния Китая и Тибета надо искать задолго до нашей эры. Есть гипотеза, что китайцы и тибетцы – это древнейшие народы на Земле. И их борьба сопровождает всю историю нашей цивилизации. Первоначально существовала земля небожителей, которые находились там, и это была очень высокоразвитая цивилизация. Но в результате планетарного катаклизма небожители уже заботились просто выживанием. И практически они разделились на две группы. Одна группа стратегию своей деятельности и развития провозгласила духовное совершенство, совершенствование и оказание помощи человечеству. Конспирологи считают, что именно эти сверхсущества, основавшие легендарную Шамбалу, являются предками современных тибетцев. Тибетцы должны хранить определенные, назовем это, артефакты. Символы, артефакты, какие-то тайные знания, какие-то знаки для будущих поколений. Вот и смысл цивилизации Тибета. Главными ценностями жителей гор Центральной Азии до сих пор остаются гармоничное развитие личности и бережное отношение к природе. Однако, согласно легенде, была и вторая группа небожителей, которая поняла, что помочь каждому существу на Земле – непосильная задача, и решила, что всеми земными благами должны пользоваться лишь избранные, а остальное человечество обязано работать на них. Так появилась вторая великая цивилизация – китайская, ставящая машины и технологии выше человека, готовая пойти на все ради обогащения кучки всесильных правителей. Они себя расценивают не как совокупность личности, и каждый китайец для китайской системы не важен в принципе. Они себя расценивают как муравьи для матки. Маткой является коммунистическая партия, а они являются рабочими муравьями. Поэтому миллиардом меньше, миллиардом больше – для этой матки это не значит ничего. Для коммунистической партии имеется в виду. Китаю невыгодно распространение древних знаний о полезных продуктах. Потому что, по мнению руководителей КНР, еда должна выполнять всего две функции – поддерживать существование рабочей силы и приносить прибыль ее производителям. Если китайцы протянут там, допустим, какой-то свой период жизни активный на этой КМО еде или на еде, напичканной различными пестицидами, ну, сколько протянут, столько протянут, а все остальные там их еще наделают. Ну, матка навыпускает новых. То есть психология такая. Если гречка не только оздоравливает организм, но и в некотором роде способствует моральному здоровью, пища, которую производят китайцы, действует совсем по-другому. Яркий пример – рис. В сознании многих из нас рис является крайне полезным продуктом, который можно есть практически без ограничений. Однако это роковая ошибка. С точки зрения специалистов, белый шлифованный рис – одна из самых вредных круп. Если у гречневой крупы гликемический индекс невысокий, она всасывается достаточно медленно, полтора-два часа, то у риса гликемический индекс очень высок. Он всасывается быстро и быстро дает повышение уровня сахара в крови. Поэтому рисом быстро насыщаются, но быстро становятся голодными. Именно поэтому, считают конспирологи, на рис можно подсесть, как на наркотик. Что мы видим на примере азиатских стран, где рис едят на завтрак, обед и ужин. Кому это выгодно? По мнению специалистов, производителям риса и их хозяевам. Считается, что продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, такие как рис или картофель, бьют по умственным способностям людей и позволяют легко контролировать их поведение. Дает такое очень быстрое насыщение за счет большого количества крахмала. Но, скажем так, что касается мыслительных процессов, мысль он приостанавливает. А вот традиционные русские продукты, такие как гречка, репа или рожь, согласно народным поверьям наоборот, разгоняют мышление и улучшают работу мозга. Это абсолютно обратный процесс. То есть репа, она как раз мысль ускоряла. Опять же, грибы, надо сказать, это тот продукт, который ускоряет мысли человека. И об этом сказано в русском фольклоре, только в русской культуре эта информация есть. Рис из Китая и других азиатских стран сейчас буквально заполонил весь мир. Однако в России он подвигается с проблемами. В том числе потому, что на нашем рынке есть гречка, которая может заменить практически любое блюдо, в состав которого входит рис. По своему продуктовому качеству и вообще технологиям гречка и рис – это вполне заменяемые продукты. То есть никакой разницы между ними, по большому счёту, нет. И из того, и из другого можно делать любые хлебобулочные изделия, любые каши, любые гарниры. Совершенно спокойно рис можно, я бы сказала, даже иногда нужно, заменять гречкой. Мы можем приготовить большое количество разных овощей, обжарить с гречкой, смешать. Чем не плов? Потрясающе, да? По словам специалистов, нет никакой необходимости питаться рисом, портя своё здоровье и обогащая китайских мультимиллиардеров. Ведь даже такое традиционное блюдо дальневосточной кухни, как роллы, можно делать из гречки. Смотрите далее. Китайская подделка. Почему гречки из КНР стоит остерегаться? Мы ведь, кстати, не имеем данных, а насколько она не генномодифицированная. Да, потому что Китай один из лидеров по генномодифицированным продуктам. Продовольственная диверсия. Что скрывается за поставками некачественной гречки? Видимо, китайцы, они поставили себе цель, что гречка хорошо подходит для того, чтобы уничтожить российское население. И гречневая экспансия. Как привить любовь иностранцев к коронному блюду русской кухни? Мы кушали это, а Марио сказал, ну, интересно, но потом хорошо. Московский ресторатор Гайне Бриевова знает множество необычных рецептов блюд из гречки, но этот, пожалуй, самый неожиданный. Из перемолотой в блендере крупы она будет делать роллы. Гречка уже готова. Поэтому мне необходимо еще сделать другие ингредиенты, которые у меня есть. Это стебли сельдерея, огурец, авокадо. Беру вот так вот нори. И теперь начинка. Из гречки немного выкладываю песто. Теперь сельдереи. Огурцы, перец. Сколько разных цветов у нас будет и вкусов. Все готово? Теперь аккуратно и плотно достаточно заворачиваем. Разрезаем. Сперва вот так вот пополам. Вот теперь я беру тарелку. Вот такую большую, красивую тарелку. И теперь выкладываю наши самые полезные, настоящие роллы из нашей волшебной гречки. Китай хорошо понимает, что гречка – одна из важнейших основ продуктовой безопасности России. Поэтому, по некоторым данным, недавно они попытались нанести еще один удар по этому продукту. В магазинах России и других бывших союзных республик появилась гречка китайского производства. Невкусная и опасная для здоровья. Была остановлена поставка гречки из Китая 240 тонн. В них был обнаружен грибок, очень вредный для и опасный для здоровья человека. Надо в целом сказать, что гречка из Китая очень низкого качества. И она там стоит в категории корма для скота. И в самом деле считается, что китайская гречка, которая время от времени попадает на наш стол, относится к категории питания низкого качества. Считается, что в самой КНР, кстати, ей присвоена категория С, ниже которой стоит комбикорм. Мы ведь, кстати, не имеем данных, о насколько она негенномодифицированная. Да, потому что Китай – один из лидеров по генномодифицированным продуктам. Мы не имеем данных, о какие там пестициды применяются. Для нормального человека это серьёзный вопрос. Независимые эксперты не раз отмечали, что китайская гречка может нанести непоправимый вред здоровью печёночников и вызывать аллергию у миллионов. Китайская сельхозпродукция, она отличается, во-первых, своей вредоносностью, очень такой, ну не то, что повышенной или высокой, а кардинально завышенной. То есть там в некоторых местах есть превышение в сотни, в тысячи раз. Очевидно, что вредная гречка оказалась на наших прилавках не случайно. Видимо, китайцы, они поставили себе целью, что гречка хорошо подходит для того, чтобы уничтожить российское население. Потому что Европа гречку особенно не ест, в азиатских странах гречку тоже не особенно употребляет, а главным потребителем гречки является российский народ, ну вот совокупность народов. Поэтому это такое получается, гречка это получается такое оружие и целенаправленное действие на нашу территорию. И это великая китайская философия, которая в общем-то в жизни подтверждается. Поэтому вот это даже малая крупица гречневого зерна, она может быть даже каким-то орудием его каких-то темных действий, связанных с проникновением на тот или иной рынок или с какими-то еще, может быть, и политическими планами. Научные исследования об удивительных свойствах гречки, а также гипотезы о ее невероятном происхождении, появились относительно недавно. Однако в России всегда так или иначе понимали, что значит для нас эта крупа. Есть даже народная примета. Если покупатели в магазинах начинают скупать гречку, значит грядет какая-то беда. Люди интуитивно понимают, что во время кризиса им необходима здоровая пища и энергетическая подпитка. Именно поэтому с нашествием китайской гречки борются на самом высоком уровне. Российские власти, конечно, это все понимают, но нельзя запретить, например, гречку напрямую, потому что это все-таки массовый продукт. И выбить это оружие из наших прилавков можно только с занижением цены, что, в общем-то, наши сегодня производители это и делают. Тем временем наша российская крупа, наоборот, стала понемногу проникать на рынки других стран. Показывая нашу культуру, показывая наши традиции, показывая то, на чем мы выросли, и готовя это вкусно, мы можем постепенно культивировать вот этот продукт как в качестве такого прекрасной альтернативы. Преподаватель итальянского Маурицио Морландо уже несколько лет популяризирует гречневую крупу на пенино. Я думаю, хорошо, я могу покупать как подарок для друзей. Я был в Италии. Давай, ребята, мы пробуем это блюдо, очень-очень-очень-очень важно, это Россия. Давай, мы пробуем. Мы кушали это, Марио сказал, интересно, но потом хорошо. Недавно итальянец вывел для себя еще одно тайное свойство гречки. Каждый, кто ее полюбит, начинает чувствовать себя немного русским и проникаться традиционными для нашей страны ценностями. Первая ложка гречка, вторая ложка гречка, потом я думаю. Ма, я итальянец? Я русский. Возможно, я русский. Результату спагетти не кашу, мое любимое блюдо. Обязательно гречка. Поэтому неудивительно, что в последний год за рубежом, может в шутку, а может и нет, нашу гречку стали называть тайным оружием русских. Почти сто лет назад известный русский агроном Александр Энгельгард писал, что крестьяне из разных губерний в один голос утверждают, гречка помогает им работать без устали, придает сил и выносливости. Удивительно, но эти наблюдения сегодня полностью подтверждаются результатами исследований физиологов и биохимиков. Я, Анна Чапман, открыла все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.